Вы знаете, наметилась очень такая поразительная тенденция Свергают некого монарха или президента или премьер-министра Зачастую это недавний друг Запада, тот же Саддам Хусейн Давайте не будем скрывать этого факта Достаточно долго числился в числе ближайших друзей Соединенных Штатов В частности, та война, которую он в течение многих лет ввел против Ирана Была навеяна американцами И тем не менее, Саддам Хусейн был свергнут Полковник Каддафи, он достаточно тесно сотрудничал с Западом И тем не менее, был свергнут Президент Муварок, очень большой друг США Свергнут Лидеры Бахрейна подвергаются сильнейшему давлению Они тоже друзья США, там находится их военная база До этого президент Филиппин Фердинанд Маркас был свергнут До этого был свергнут президент Заир Мабута Это были очень богатые люди Это были миллиардеры Они владели десятками миллиардов долларов И эти десятки миллиардов долларов сейчас оказались ничейными Их просто экспроприировали Сейчас почти никто не скрывает того факта О том, что интервенция против Ливии осуществляется на ливийские же деньги Путем незаконного изъятия из западных банков ливийских же денег То есть Запад занимается тем, что откровенным образом грабит своих бывших союзников Перекачивая свои карманы десятки миллиардов долларов И это стало в последнее время откровенной тенденцией Уже в последнее время выяснилось о том, что Несколько западных банков фактически украли у ливийского правительства 35 миллиардов долларов И это не все то, что они украли И сейчас им нужна эта военная операция для того, чтобы скрыть факт откровенного грабежа Российская верхушка абсолютно не гарантирована от того, что ее не ограбят Больше того, я глубоко убежден о том, что соответствующие сценарии на Западе уже осуществляются Уже готовятся Они готовятся захватить все те деньги, которые наше государство и которые наши толстосумы держат за западных банков А это сотни миллиардов долларов То есть цена грабежа России намного превышает то, что вытворяли до сих пор западники и в других странах мира И поэтому совершенно ясно, что нам нужно очень глубоко подумать нам всем и нашей верхушке в том числе О том, что сценарий, который разыгрывается сейчас в отношении Ливии и Сирии абсолютно не исключен в отношении России И те силы, которые ведут линию на резкое ослабление боеспособности российских вооруженных сил Они сами очень сильно рискуют Они сейчас откровенно, вольно и невольно подыгрывают Западу Надеясь заслужить благодарность Запада Но вместо благодарности Запада, как только Запад увидит, что Россия достаточно ослабла Мы получим сильнейший политический, возможно, военный удар И счета этих самых толстосумов рано или поздно тоже будут конфискованы Поэтому то, что вытворяет сейчас российская верхушка Говорят прагматическим языком абсолютно недальновидно не только с точки зрения наших национальных интересов Но и с точки зрения их собственных интересов Что касается повышенной агрессивности в последнее время, так сказать, Запада, США и Запада То она никогда не прекращалась До 1991 года, до августа 1991 года существовала могучая сдерживающая сила Которая не позволяла проявиться этим агрессивным тенденциям Как только был разрушен, я подчеркиваю это слово, разрушен Советский Союз Исчезла сдерживающая сила И вместо всеобщее благоденствие, которое нам обещали Вместо мира во всем мире, которое нам опять-таки обещали Мы получили непрерывную цепь конфликта во всем мире Сейчас мировой империализм распоясался И ведет себя как разбойник с большой дороги Грабит всех подряд Вот в чем экономическая подоплека Хотя шансов у них становится все меньше и меньше Потому что все больше усиливается Восток, ведомый коммунистическим Китаем Все больше усиливается Латинская Америка Примером для которой являются Красная Венесуэла и Красная Куба Поэтому поле для маневра для Западной империи не засужается С тем большей яростью он обрушивается на тех беззащитные страны Которые не способны оказать им военного сопротивления